Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас лекция номер один. Номер один по предмету методы конструктивного моделирования швейных изделий. Лекция номер один называется «Методы и приемы технического моделирования одежды». Давайте с вами разберем, что такое моделирование. Моделирование одежды – это создание эскизов швейных изделий, учитывающие характеристики используемых материалов, назначение изделия и фигуры человека. Если проще сказать, нужно изучить фигуру и создать настоящую подходящую модель. В свою очередь, моделирование должно отвечать на ключевые вопросы. Для кого шьем? Для каких изделий? Для каких целей? И из каких материалов? Прежде чем приступить к изучению, необходимо разобраться со следующими вопросами. Первое. Для кого? Мы ставим вопрос «Для кого?». Вы должны знать тип, конституцию и другие физиологические особенности фигуры заказчика, для которого вы будете шить изделий. Второй вопрос «Для чего?». Какое назначение имеют будущее нашей изделия? И третий вопрос «И из чего?». Вы должны разбираться, из каких материалов можно шить согласно эскизу данное изделие. Это значит, если вы хотите самостоятельно создать модель, которая понравилась, нужно знать особенности фигуры, иметь представление, куда и с чем ее можно носить, а также какие материалы подойдут для выбранной модели. Вот таким образом вы должны разбираться в строении фигуры человека, знать все пропорции строения человека и в дальнейшем изучать создание модели. Процесс создания модели делится на два основных этапа. Это работа над композицией, созданием эскиза рисунка и выполнение композиции в материале. В свою очередь, второй этап создания модели – это разработка чертежа и лекал, раскрой и пошив изделий. Различают два вида моделирования – творческое и техническое. К творческому мы здесь разобрали на примере коллекции Карла Лагерфельда для дома моды Шанель, которую посвятил он легендарной Коко Шанель. Здесь в творческом подходе изделие создается от нуля, то есть от начала создания и до конечного итога, то есть до пошива и выхода на подиум. Вот этот метод называется творческим. В основном им пользуются знаменитые дизайнеры, художники, моделеры. А вот техническое моделирование – это перенос модели с рисунка или фото из журнала на чертеж, то есть используя разные способы моделирования. Другими словами, техническое моделирование – это воплощение идеи, мыслей, образа, жизни, то есть непосредственное создание модели. Наиболее известны, популярны три способа технического моделирования – муляжный, графический и шаблонный. Муляжный способ – это получение модели с помощью наколки, то есть накалываем материал на манекен. Это создание модели одежды и получение разверток ее деталей. В соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования или муляжирования изделия на фигуре человека, либо на манекене. Чаще всего эта работа выполняется на манекене. Графический способ технического моделирования основывается на геометрических ортогональных преобразованиях, то есть переносе, симметрии и повороте, так как показано у нас на рисунке. То есть перенос нашей нагрудной выточки под пройму методом симметрии и методом поворота, то есть симметричные повороты. И шаблонный способ технического моделирования наиболее распространен и прост. При шаблонном способе моделирования модель создается на базе типовой конструкции, так как вот показано у нас на рисунке. Берутся два шаблона базовой конструкции, это передняя половинка и задняя половинка. И путем разреза лекал и развода его от осевой линии. То есть осевые линии к выточкам чертятся, осевые линии и затем переносятся наши выточки. Это у нас технический шаблонный способ моделирования. И задание, при которой прилагается к первой лекции, это моделирование нагрудной выточки. Здесь на рисунке показано множество примеров, как нагрудная выточка может менять свое расположение. Это и называется моделирование. Все. Наша лекция закончилась. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...